привет друзья с вами у микрофона коньков никита канал анкей и мы сегодня продолжаем проходить хорячих мертвецов первый сезон давайте посмотрим что же нам нужно было высмотреть там кине нам дал задание не особо дружелюбный не входить в смысле чем не особо дружелюбный плакат мы видим на кине нам дал задание посмотреть в этот телескоп отлично нужен четвертак чтобы посмотреть ох как мне не нравится когда они так хрипят вот так вот тебе черт выглядит крепко до русский способ здесь не подойдет не думаю что смогу посмотреть пока не найду четвертак какого хуя это что это должно значить что-то вроде предупреждения кто вообще мог такое сотворить да их насадил на вилы по жесткому использовать хорячих как пугало что за больное блюдо когда сделал странно и мы можем выстрелить с пистолета но я считаю что это довольно глупо ничего эти отметины они везде похоже в этом проулке мы еще не были поэтому давайте осмотримся тихо возможно военные обозначения но что они обозначают отлично то что нам нужно кассовый аппарат ну здравствуй красавица пусто да это было бы слишком просто кто-то уже выбрал это место так тишно найти монету то должно быть по нам понадобились недели чтобы закончить заколачивать все эти окна и двери да возможно нам от этого не легче вот-вот-вот парковочный паркомат думаю что здесь мы возьмем она целая закрыто давайте треснем по нему отлично санта моника ну и давайте вернемся смотровому аппарату к биноклю телескоп блять что с лодкой это не поплывет корпус разбит ниже ватерлинии плюс кое-что спиздили не может быть что за что за хуйня судьба которая уже хуже смерть и так заброшено как и все в этом городе здесь нет ни следа лодок только причал лодок нет это точно не поплывет мемориальный мост толмеджа представить страшно сколько людей пытались его пересечь когда город подвергался заражению ничего кроме воды ни одной лодки о черт какого хера приднись 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 нахрена мы прячемся кто-то спрыгнул с этого дома в конце улицы куда он пошел я видел как он забежал может это наш колокольчик как насчет того чтоб выяснить может он очередной выживший как и мы а может и нет может быть он и есть тот мудила который дурил клементину по рации хочешь выяснить это я вот очень хочу ладно иди посередине улицы а я зайду сбоку прикрою с фланга мы пойдем тихо застанем его врасплох мы просто хотим поговорить с парнем ооо мы поговорим Что за? Ух ты, черт. Она нас оглушила? Я, похоже, ничего не смог сделать. Она сейчас нас добьет, да? И что? Клем? Пожалуйста, не делай ему больно. Она довольно ловкая. Мы просто... Я не успел. Я нажал вовремя, между прочим, друзья, но... Она все равно нас согрела. Ты из ней Крофорда? Ты не парень с рацией? Я вообще не парень. По мне, довольно хорошо видно. Кенни, стой! Ничего себе! Нет, он с нами. Что тебе? Она просто ниндзя. Люди, вы кто вообще такие? Всем просто успокойтесь. Я успокоюсь, как только она мне скажет, кто она такая. Отвали, козел. Меня зовут Молли. Молли? Я ли это Кенни и Клементина? Мы не ищем неприятностей. Привет. Вы, ребята, и правда не из Крофорда, так? Я даже не знаю, что это такое. Все, что за этой баррикадой. Что за хрень тут произошла? Ты точно хочешь знать? Когда все скатилось в говно, несколько людей сгруппировались и схватили целый район. Эти ребята всеми с лицами пытаются выжить и не пускать мертвяков внутрь. Я стараюсь их избегать. Почему? Скажем так, они не терпят тех, кто не хочет или не может жить по их правилам. Так как ты узнала, что мы не одни из них? Потому что в Крофорде нет детей. Больше нет. Ты знаешь, кто звонил в колокола по всему городу? Да, это была я. Я знал, Лей, я знал, что это она все время следила за нами. Ебало нам мозг. Убери свой палец от моего лица, дедуля, пока я тебе в жопу его не засунула и не следила за вами. Я даже не знала, кто вы такие. Спокойно, Кенни. Голос по рации был мужским, помнишь? Да, ну, это была или не ты, но сегодня утром из-за звона все ходячие поднялись и чуть нас не перебили. В этом и прикол, Кенни. Так я перемещаюсь по городу, звоню в колокол в одном районе, привлекаю местных туда и выигрываю себе время на то, чтобы обчистить местность. Местные? Так ты их называешь? Да, знаешь, они похожи на гопников, ходят с тайками, едят. Это довольно умно, но с колоколами-то. Не нужно быть особо умным, чтобы мануть мертвых кучка, тупорылых дебилах. Нужно только быстро двигаться, убежать, пока они не приползли обратно. Это ты была утром дома, смотрела за мной через решетку? Конечно нет, веришь, нет, но у меня и своих дел полно. Прошу прощения, что ты имеешь ввиду? Нет детей. Почему? Нет ни детей, ни стариков, ни людей с плохим состоянием здоровья. По сути, нет никого, кто мог бы стать абузой для общества. В Кроуфорде действует правило. Выживает сильнейший. Так они и выжили, пока весь мир вокруг них схватывался, скатывался в жопу. Господи Иисусе. Ну, все выглядит лучше, если смотреть с их стороны. Что именно сделал Кроуфорд со всеми абузами? Что произошло? Ну, несколько ты уже встретил. Ебать. Да, любой, кто болен, слишком стар или просто недостаточно силен, чтобы выжить. Для них эти люди лишние голодные рты, поглощающие ресурсы. Откуда ты это все знаешь? Все в Саванне знали. То, что произошло в Кроуфорде, разнеслось словно миф, только все оказалось правдой. Слушай, я попрошу еще раз. Вы не из Кроуфорда? Так, кто вы вообще такие? Что вы тут делаете? Мы пришли искать лодку, надеясь увезти наших людей отсюда и найти место побезопаснее. Ну, удачи с этим. У всех, у кого были лодки, отобрали их, как только люди начали есть друг друга. Все, что осталось, на части разобрал Кроуфорд. Включая машины. Должно уже быть что-то. Если бы было, думаете, я бы тут сидела, я бы искала каждый дюйм этого города. Его полностью вычистили. Ябаны в рот, блядь. Эй, дебил, не хочешь убивать? Убавить громкость. Черт. Раз уже вы попадаете не на одну лодку, я советую вам вернуться, откуда вы пришли. А вот и мертвеки отлично. Просто отлично. Это же, ээээ, блядь, наверное, выстрел привлек их сюда. Есть другой путь обратно? Молли. Здесь есть. Эй, так просто нас здесь не оставишь. Простите, я, похоже, пропустила ту часть разговора, когда вы стали моей проблемой. Не оставляй нас здесь, пожалуйста. Ладно, давайте шевелитесь своими жопами. Ох, ёб твою мать. Давай, давай, живи. Ли, давай. Да, черт, 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 нет, Ли. О, черт. Ли, быстрей. Это просто, просто жесть какая-то. Ну, давай же, запрыгивай ты на этот, чертов. Давай, Ли, тащи свою жопу сюда. Ах, Ли, я не могу открыть. Держи, используй ее, чтобы приподнять. Давай, 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 давай. Давай, Ли, ты же мужик, ты сделаешь это. Ли. Ну, только нам подземелья не хватало, честно говоря. Ну, ладно. Климентина, ты меня слышишь? Если ты меня слышишь, возвращайся в дом, ладно? Встретимся там. Вот, блядь. Да, влип. Ничего не скажешь. Выглядит крепко. Потихонечку спускается. Правильно, рисковать не надо. Я слышу где-то ходячие поблизости. Это дренажная труба. О-о-о. Возможно, это выход, но сам я не смогу их всех снять. В эту сторону больше не идет. Давай попробуем другую. Хорошо, что я тут, а не там. Ммм, совсем не держится. Черт. Черт. Так, там он, по-моему, стоял, да? И как нам выбраться отсюда? Должен же быть какой-то выход. Попробуем что-нибудь здесь сделать. Попробуем что-нибудь здесь сделать. В эту сторону больше не идет. Ну, давайте опять вправо попробуем. Так, 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 так. Они сейчас сюда, да, пойдут? А вот и они. Так, уходим отсюда. И залазим. Сейчас мы их обдурим. Ну, как бы, получается, обойдем их, да? Они все пошли на воду. Это хорошо. Все. Да, там еще одна осталась. Так, пистолет, пистолет, пистолет. О, бог ты мой, Чак. Наверное, я пытался спрятаться от них здесь, внизу. Бедолага. Это же Чак, вы помните, да, его? Нет патронов. Последний, должно быть, оставил для себя. Ты заслуживаешь лучшего, старик. Давайте попробуем его... Ее устранить киркой. Я себя представляю... Ты черт. Какого хрена? Давай, 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 быстрее, 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 чувак. Фух. Я очень надеюсь, что они нас не услышали. Напряжено, напряжено. О, очень. Так. Какого хрена? И нас не услышали. Но это же просто... Похоже, сзади что-то есть. Не хотелось бы, конечно, туда опять вновь забираться. В очередное подземелье. Лучше бы наружу. Ядерное убежище? Что за черт? Должно быть, это одно из старых ядерных убежищ. Так, значит, здесь что-то должно быть полезное для нас. Интересно, живет ли здесь кто-нибудь? Только посмотрите, это запасов хватило бы на много месяцев вперед. Да. То, что мы искали, да? Так давно. О, вот это у них... Вот это у них глаза. Кто ты? Все хорошо. Все нормально. Мне не нужны неприятности. Нам тоже. Поэтому ты развернешься и уйдешь. Сейчас же. Слушайте, извините, что потревожил вас, ребята. Я просто уйду. Нельзя отпускать его. Он из Кроуфорда. Если он вернется, они узнают, что мы здесь. Ты из Кроуфорда? И не ври мне. Я пойму. Я пришел сюда с маленькой группой в надежде найти лодку. Мы просто хотим выбраться отсюда. Может, вы меня отпустите? Здесь больше нет лодок. Люди из Кроуфорда забрали все. Да. Я это уже понял. Ему нельзя доверять. И что мне сделать? Пустить ему пуль в голову. Почему бы нет? Это будет милосерднее по сравнению с тем, как люди из Кроуфорда оброшлись с нами. Как ты думаешь, что они с нами сделают, когда узнают, что мы находимся прямо здесь? Слушайте, я этого не хочу. Давайте все обговорим, ладно? И что с тобой обговаривать? Я даже не сказал нам, кто ты. Меня зовут Ли, я преподаватель истории. Я не хочу умереть сегодня. Я думаю, вы не хотите убивать меня? Нет, не подходи ближе, или я выстрелю. Ну же, давай, все обговорим. Вернан, что ты делаешь? Черт, что ты делаешь? Убей его. Не нужно никого убивать. Спокойно. Все хорошо. Все нормально. Вернан, какого черта ты делаешь? Вернан. Спокойно. Я здесь не для того, чтобы навредить вам. Ты вправду не из Кроуфорда? Нет. Не оттуда. Ну, а мы оттуда были там раньше. Мы ушли из этого места, когда начали отгораживаться, начали отсеивать стариков и больных, чтобы ничего не угрожало их идеальному обществу, выживших в их маленькой расе, господ нет места слабости или чувствительности. Ты не такой уж и старый. Значит, ты болен? Был болен. Мы группа больных, лечившихся от рака, а раньше встречались здесь. У нас ремиссия, но это не подходило для Кроуфорда. Они убили пятерых наших, прежде чем мы успели выбраться и спрятаться. Тут этот старый подвал был заброшен много лет. И это что, морг? Да. Когда я ищу место для выживания, подбираю его с уроней. А как ты нашел дорогу сюда? Нас зажали ходячие на улице, и я спустился сюда, пытаясь уйти от них. Все же, чего я хочу теперь выбраться отсюда и найти своих людей. Канализация, по которой ты пришел, идет по всему городу. Она приведет тебя туда, куда тебе нужно. Спасибо, но я думаю, что сам я не на... Я сам наедорогу. Верн, ты ведь не оставишь еще там одного, да? Эти канализации словно лабиринт. Он не найдет дороги сам. Ты не сможешь добраться один, но у нас есть свои проблемы. Двое из нашей группы больные, им нужен уход. А я единственный здесь врач. К тому же, зачем нам помогать тебе? Слушайте, извините, что напугал вас. Я просто хочу вернуться к своим людям, Клементини. Она твоя дочь? Нет, она потеряла своих родителей. Я делаю, что могу. Ты ведь не собираешься с ним идти? Все хорошо, Бри. У меня тоже была дочка. Я потерял ее в первые дни этой чертовщины. Будь я проклят, если бы я буду сидеть и позволю это случиться, что с этой маленькой девочкой что-нибудь случилось. Ты нам нужен. Не волнуйся, я скоро вернусь. Пойдем. Вот такая ситуация непростая. Ух, они выбрались, оказывается. Клементина, Клем. Мали? Ой, привет, ты вернулся? Кто это? Он мне рассказывал про меня. Думаю, его можно понять. Я ведь надрала ему задницу, когда он пытался напасть на меня. А что это за ископаемое? Это верно, он врач. Он помог мне вернуться после того, как мы разделились. Думаю, у тебя есть кое-что мое. Ну, где Клем? Мне самому стало интересно. Ли, слава богу, ты вернулся. А Кристо, в чем дело? Дело в Амиде. Ему стало хуже. Гораздо хуже. У нас есть раненый. Кто это? Это верно, он врач. Слава богу. Ты можешь осмотреть его? Помогите, прошу. Я посмотрю, что можно сделать. Отведите меня к нему. Амид, милый, все будет хорошо. Ли привел врача. Ладно, сейчас посмотрим, что с ним. Без публики мне работается лучше. Уверен, у тебя есть свои дела. Климентина. Климентина. Итак, мне очень хочется вообще найти Климентину и вообще узнать, что же здесь, какого черта здесь происходило без нас. Но это будет в следующей серии. С вами был Коньков Никита, канал НК. Подписывайтесь, комментируйте и увидимся. Это Ходячие мертвецы. Первый сезон. Четвертый эпизод. Всем-всем пока-пока.